Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видео-рока следующая. Эпилепсия. Тяжелое ли это заболевание? Ответим, да. Тяжелое. Еще тяжелее, когда данное заболевание запущено. Легче всего работать с людьми, которые знают, откуда начинает происходить приступ эпилепсии. И, конечно же, нужно знать, что акупунктура может, скажем так, достаточно хорошо помочь при выздоровлении в случае, если человек сам захочет себе помогать избавиться от приступов эпилепсии. Почему мы говорим приступы? Потому что чаще всего эпилепсия проявляется в приступах. Ну, конечно, западная медицина, официальная медицина говорит, что это болезнь, глубокие болезни головного мозга. Головного мозга отключается, человек ничего не помнит, а потом, с того ни сего бывало, к нему возвращается память, все такое, та-та-та-та-та-та, и он возвращается в нормальную жизнь. Уважаемые зрители, давайте мы скажем с вами, что просто так ниоткуда ничего не берется. Любая болезнь, она начала откуда-то свой путь. Вот если человек сам проследит, откуда путь начал болезнь эпилепсии, он сможет себе помочь на 100%. Здесь полная уверенность и ответственность, я вам говорю. В своей практике вы мне задаете вопрос, встречали вы людей? Да, приходили люди, ко мне многие, с приступами эпилепсии, либо с заболеванием эпилепсии официально. Помог ли я этим людям? Я вам скажу честно, прямо, половину помог, половину нет. Почему? Потому что немногие люди хотят работать над собой. И когда проводишь диагностику 12 меридианов и показываешь человеку, который болеет приступными эпилепсиями, вот в каком состоянии его энергетический баланс, в каком состоянии его инская энергия, яинская энергия, и говорю, что эту энергию нужно восстановить и свой баланс, нужно укрепить иммунитет свой, поднять, то многие люди, конечно же, что, ну скажем так, с неохотностью начинают работать над собой, либо над акупунктурными точками. С чем это связано? Ну, наверное, все-таки не с ледностью, а чересчур с гордыней. Наверное, все-таки человеку нужно пройти этот путь. Ну, а те люди, которые хотят себе помочь при эпилепсии, либо помочь ближним своим, помните, сначала нужно провести диагностику 12 меридианов, потому как это тяжелое заболевание. А с тяжелыми заболеваниями не шутят. Не думайте, что мы уколем, либо будем воздействовать на точку МЦ5 зяньши, и мы сразу победим эпилепсию. Нет. Но если мы проведем диагностику и увидим, что инская энергия воспаляется, то через данную точку мы что можем, инскую энергию, расслабить, сбалансировать ее, чтобы она что? Не воспалялась. И если мы добьемся, что, допустим, там у человека 2-3 приступа эпилепсии, допустим, там в месяц, а мы добьемся одного приступа, что он будет повторяться, то будет хорошая победа. А если потом мы добьемся, что раз в 3 месяца будет этим приступом, то будет прекрасный результат. Но при условии, если человек будет заниматься. Итак, чаще всего, ну вот, многие западные медики говорят, что сонливость может провоцировать болезнь эпилепсию. Тошноту точно так же может что провоцировать, то есть это может быть первым сигналом, что у человека может развиваться эпилепсия. Головокружение может привести к эпилепсии. Ну и, конечно же, слабость головного мозга, о которых мы читали в данной лекции, тоже может привести к эпилепсии. Так вот, уважаемые зрители, чтобы у вас не постигали сонливости в жизни, не засыпал ваш головной мозг, всегда вестибулярный аппарат ваш был в норме, в тонусе, всегда живущий кишечный тракт, отрабатывал свои на 100%, работайте с точкой МЦ5 Заньши, которая прежде всего вырабатывает иммунитет против эпилепсии. Как ни странно это звучит, борется с эпилепсией. Но так как мы знаем, что диагностика 12-ти меридиана может нам показать общий энергетический баланс при эпилепсии, то здесь необходима диагностика. И помнить, что акупунтура помогает, помогает многим людям, которые хотят себе помочь и готовы, взяли на себя ответственность. А мы уже, иглотерапевты, либо те, кто занимается данным методом, вам в помощь просто нужно провести диагностику, посмотреть и выровнять баланс через данную точку МЦ5 Заньши, вы выровняете баланс инской и янской энергии, вследствие чего приступы эпилепсии прекратятся. Ну и, конечно, помните, как переводится данная точка, совершенный посредник. Спасибо за внимание.